На постоянном контроле у вас должны быть именно объекты, в которых связаны социальные сферы школы, детские сады, больницы, чтобы люди не испытывали трудностей. Глава города Юрий Шалабаев сюда, к дому номер 34 по улице Народная, приехал после многочисленных обращений местных жителей. О том, что здесь из-за таяния снега ежедневно образуются настоящие озера, ему писали в Инстаграм. Недалеко расположены 118-я школа и детский сад номер 114. Дети и родители с трудом добираются до учебных учреждений из-за этих луж. Глава города решил лично проинспектировать, как проходит откачка воды на проблемном участке. Действительно проблема везде в московском районе из-за практически отсутствия ливневой канализации. В данном случае здесь территория рядом с социальным учреждением, 118-й школой, жилые дома. Проблемы есть. Постоянно находится на контроле, на мониторинге круглосуточном у главы района. Особо об этом ему отметил. Привлекаем технику не только имеющуюся у дорожных предприятий, водооткачивающую, но и технику водоканала, теплоэнерго. Помогают они в этом плане очень активно. Конечно, проблему до конца такими способами не решить. Нужно строить ливневую канализацию. С приходом весны сразу по нескольким адресам в московском районе существует проблема подтопления. И там круглосуточно работают коммунальщики и откачивают скопившуюся воду. У нас ежедневно работает водооткачивающаяся техника. Пять мото-помп и два ил-насоса. В ночь работает такое же количество техники. Напомним, 17 марта в Нижнем Новгороде действует режим повышенной готовности. Во всех районах города под особым наблюдением находятся участки, которые подтапливаются из года в год. Особенно от подтоплений страдают жители Московского, Канавинского и Сормовского районов. Нужно строить ливневую канализацию, чем мы активно занимаемся. Достаточно глубоко проработан проект концессионного соглашения по ремонту и строительству ливневой канализации в городе. Поэтому будем работать над тем, чтобы этот проект в этом году уже запустить в жизнь и начать справлять эту многолетнюю проблему. Наталья Лисова. Время новостей.